Привет! Вызов такой, как при помощи формулы получить имя листа. Для начала базовая формула, которая называется формула текст, о которой вы, возможно, слышали. Для того, чтобы она сработала, нужно прописать в ячейке вот такую формулу. Равняется, и это должен быть другой лист, не текущий, в данном случае щит 1. В другой ячейке написать равняется формула текст, которая и выдаст нам результат, внутри которого будет имя листа. Но посмотрите, какие бывают листы. А как вы думаете, что это за лист? А это на самом деле лист вот такой вот. А настоящее имя листа состоит всего-то из трех кавычек. Вот оно. Вот он, этот лист. То есть, видите, вот тут вот всего-навсего три кавычки. Что мы получаем в результате? В результате мы получаем вот такую вот формулу. Куча кавычек. То есть, удваиваются кавычки плюс кавычки по краям. Если в имени листа содержится пробел, то появляются одинарные кавычки. Если в имени листа содержится восклицательный знак или содержится одинарная кавычка, то возможно тоже. То есть, формула вот так вот экранирует имя листа, если оно не слитное. То есть, самый базовый пример – щит 1. Просто получается щит 1. И результат – это не регулярное выражение, хотя тема видеорегулярки. Это просто формула текст для начала. И следующий мой пример. И формула текст плюс now – вновляемое имя листа. Интересно. Ну, давайте я открою мой лист щит 1 и поменяю его имя, например, на щит 500. И возвращаясь в нашу формулу, посмотрите. Вот здесь я использовал if now. У меня все прекрасно. Щит 500. Вот здесь, где я now не использовал, просто формула текст, по-прежнему щит 1. Есть еще такая техника интересная. Идете в файл, в настройки. И вот здесь в калькуляции пишите при изменении и каждую минуту. То есть, пересчитывать каждую минуту. Вот это тоже можно сделать, если вдруг у вас имя листа не обновляется. Но я сегодня заметил фишку, что и без этой настройки имя листа сию секунду обновляется. Поэтому, ну, щит 500, хорошо. Отлично, меня устраивает. Пусть будет щит 500. Теперь проблема остается проблемой. То есть, проблему номер 1 мы решили. Имя листа через формула текст обновляется. Соответственно, мы это имя листа вот здесь вот можем каким-то образом забрать. Для наших формул скриптов, например, формула import range, она использует имя листа. Как вы знаете, есть такая формула, которая импортирует данные из одной таблицы в другую. Это очень удобно. Но если имя листа поменялось в исходной таблице, то у вас формула разрушается. Второй способ, второй пример кейс, когда вам это может пригодиться, это если вы используете скрипты. И в скриптах тоже опираетесь на имя листа. И третий вариант, это если вы используете формулу indirect. Indirect это формула, которая превращает текст, например, лист 1, A1, Z в реальный диапазон. То есть, indirect бывает очень удобно в некоторых случаях, когда границы диапазона вам точно не ясны. И вам нужно этот диапазон через indirect ограничить. Но об этой прекрасной формуле мы поговорим в следующих видео. Обязательно в рамках коллекции формул она будет. Indirect. А также прочие способы обращения к диапазонам. Но пока что вот вам челлендж. Реальный челлендж. У вас есть вот такой текст с формулой. А вам нужно его превратить в реальные названия листа. Давайте тогда зайдем издалека и посмотрим. Есть вот такое регулярное выражение, которое означает начало строки. Это вот такая вот птичка наверх. В прошлом видео я рассказывал об этой птичке. И она еще также означает знак не, если это в квадратных скобках. То есть, это не этот знак означает. То есть, не какой-то символ. Но если эта птичка стоит в начале, то она означает начало строки. Кстати говоря, вот такой вот внимательный смайли. Говорит, а зачем вам начало строки? Ведь регулярное выражение и так начинает считывать все сначала. По умолчанию движок регулярных выражений считывает знак равенства с начала. То есть, если я возьму эту птичку и уберу, результат абсолютно идентичный. Не меняется. Но, тем не менее, я в своих регулярных выражениях, если оно сложное, стараюсь прописывать этот знак птички для того, чтобы оно было более понятно. То есть, это начало и также есть символ конца. Об этом дальше. Конец строки. Посмотрите, знак доллара в конце означает не доллар, а именно конец строки. То есть, в данном случае мы забираем некое число из конца строки. Давайте попробуем добавить еще 10 строк. И теперь у нас на счет 500 появилась не одна строка, а 10. И вот здесь вот напишем формула текст от 10 строчки. Не от первой, а от 10 строчки. Вот здесь, допустим, 10. И у нас поменялось на 10. Посмотрите. И регулярка также забирает число 10 с конца. То есть, мы делаем выражение так регулярно, чтобы оно подходило под любую ячейку, под любой диапазон, который вы возьмете таким образом. Можем отменить действие, мне не нужно там 10 строк. Это было просто для демонстрации. Итак, мы посмотрели начало строки и конец строки. Вот эти вот слэш, д, мы все это рассмотрели в прошлом видео. А теперь новое понятие, диапазон букв. Новое в рамках этой серии видео. Но, конечно, для вас это может быть не новинка, что можно прописывать весь алфавит от A до Z. В данном случае это латинский алфавит. Но обратите внимание на одну фишку, что большая буква A не то же самое, что маленькая буква A. То есть, если вы хотите и в формулах же можно обращаться в тексте формулы, можно написать и маленькую букву, и формула тоже будет срабатывать. То есть, можно A1, A маленькую писать. Поэтому мы сделали такую еще заглушку от A до Z большую и от A до Z маленькую. Плюс, таким образом, мы забираем. Но посмотрите, как классно. Мы не везде A берем. Не везде A. Видите, A только здесь, где, собственно, букв нету. А тут в имени листа есть буквы. И он их жадно забирает с начала строки. То есть, он до последней не доходит. Именно поэтому нам понадобится этот якорь доллара в конце, когда мы будем собирать всю формулу вместе. И тогда вы поймете, что все идет по порядку. И именно этот доллар, вот в конце, он позволяет найти всегда именно A. То есть, всегда вот этот вот диапазон от A до Z, который может быть. И знак плюс означает, что может быть, допустим, диапазон после буквы Z в колонках. Идет A, A, потом A, B и так далее. Продолжаются колонки просто. Поэтому знак плюс, он необходим, чтобы учесть также и вот такие случаи. Хотя, если вы обычно, если вы этим пользуетесь, чаще всего, наверное, вы будете ссылаться на диапазон A1. Это просто для объяснения других случаев. Потому что диапазон может также сместиться в будущем. Группа и символ жадный поиск. Что такое группа? Группа – это что-то в скобках. Регулярка постарается забрать то, что в скобках. Ну, посмотрите, что такое жадный поиск. Жадный поиск – это означает, что если у нас есть одинарная кавычка. В данном случае одинарной кавычки нет, поэтому я поставил вопрос после одинарной кавычки. То есть, она может быть, а может и не быть одинарная кавычка. А внутри группы тоже же могла быть одинарная кавычка. Вот в этом случае, например. И восклицательный знак, и так далее, и так далее. Он заберет и кавычку после. Как это происходит? Посмотрите. Он берет в результат. Забирает кавычку после восклицательного знака. Вот здесь имя листа, чтобы было понятнее, я сейчас его открою. Это имя листа, две одинарные кавычки и восклицательный знак. Это тоже сложный случай, конечно, и редкий случай. Но посмотрите, что берет делает это регулярное выражение. Оно, хоть и хотя в скобках у нас одинарной кавычки не указано. У нас точка звездочка означает любая последовательность символов. Все равно одинарную кавычку он в конце забирает. Потому что это жадный поиск внутри группы. Давайте посмотрим теперь на нежадный поиск, как он отработает. Есть так называемые флаги. Флаги, которые могут указывать, как нам искать. В данном случае мы используем флаг в обратительный знак ию большая, что означает ungritty по-английски, то есть нежадный поиск. И мы именно этот флаг помещаем внутрь группы, чтобы флаг действовал не на все регулярное выражение, а только на эту группу. То есть мы делаем нежадный поиск текста, за которым следует одинарная кавычка и восклицательный знак. Причем одинарная кавычка может быть не всегда. И вот такое регулярное выражение может показаться сложным, но на самом деле вот эта группа означает выбери только то, что внутри группы. То есть нам не нужно то, что вне группы. Потом, вот этот в скобках вопрос ию, это все флаг. Внутри скобок, вот это сочетание вместе со скобками является флагом. Ну, представьте себе, что мы его просто заменяем на какой-нибудь реальный флаг. И таким образом этот флаг символизирует о том, что нужно нежадный искать. И посмотрите, как результат отличается от предыдущего. То есть всего-навсего этим флагом отличаются регулярные выражения. И что, my sheet, видите, одну кавычку он взял в начале, потому что мы это не указали специально. Но в конце он уже кавычку не взял. Смотрите, вау, он... Правда, мне не нравится, что он в слове вау и скушал, и восклицательный знак тоже не взял. То есть своей нежадностью он вот этот вот восклицательный знак в конце вау тоже потерял. Но с этим, надеюсь, мы справимся в будущем. То есть на самом деле, я сейчас поясню еще раз, есть такой лист, который называется вау с восклицательным знаком в конце. И он тоже должен правильно отрабатывать. То есть в данном случае мы видим, что этот восклицательный знак взял и съелся таким образом. То есть это Ungreedy. Оно нам говорит о том, что еще и восклицательный знак тоже съелся. То есть он тоже как бы считает, что его не нужно показывать, потому что поиск нежадный. Теперь самое время собрать всю регулярку. И посмотрите, здесь уже проблема с вау решена, когда мы собрали всю регулярку, всю вместе, потому что мы определяем всю последовательность символов от начала и до конца. Ну и давайте прямо на этом вау и проверим. Вот такая формула. Вот у нас есть результат отрабатывания формулы текст. И мы берем знак равняется в начале. Это прям знак равняется, который вот внутри формулы. Нам нужно его понять, забрать. Потом одинарная кавычка под знаком вопрос. То есть может быть, может и не быть. Потом этот нежадный поиск. Потом одинарная кавычка в знак вопроса после нее. Значит может быть, а может и не быть. Потом восклицательный знак. И почему он восклицательный знак сюда оставил? Потому что после него, после этого восклицательного знака, обязательно идет буква. Буква А и потом знак 1. Буква А и 1. И конец строки. То есть он понимает, что после восклицательного знака будет еще А и 1. И потом будет конец строки. И именно вот эти якоря позволяют правильно откинуть ненужную часть регулярки, а оставить только имя листа. Но посмотрите, что происходит с результатом, когда внутри находятся одинарные кавычки. Вот давайте я раскрою еще листы. Раскрою вообще все листы, которые мы использовали, включая смайлик. Ну, со смайликом проблем, кстати говоря, нет. Вот здесь имя листа. Вот так вот. Две одинарные кавычки и восклицательный знак. Вот тут три одинарные кавычки. Вот тут O, really, в конце восклицательный знак и посерединке одинарная кавычка. Давайте посмотрим на результат. Вот там, где были одинарные кавычки, именно там имя листа у нас получилось неправильное. Вместо одной одинарной кавычки формула подставляет две. С этим можно легко справиться, и об этом дальше. Вот финальная формула, в которой уже собрана вся логика. Она так немножко длинновата. Она говорит, if now, если сейчас, то подмени результат всей регулярки и подмени. Субститут – это подставить по-русски. Формула означает подставить, но я бы ее перевел как подменить, потому что, по сути, субститут – это подменить, а не подставить, потому что в русском языке слово подставить имеет несколько другой еще смысл. Поэтому мы подменяем две одинарные кавычки на одинарную кавычку при помощи вот этой формулы «подставить». А внутри все та же самая регулярка, но только с вшитой внутренней формулой «формула текст», которая ссылается на формулу текста. И посмотрите, абсолютно все имена листов у нас. Теперь правильная идея было две одинарные кавычки. Получилась одна. Таким образом, вы можете не запоминать и даже не понимать, как это работает. Просто вот вам подсказка. Если вы знаете, как пользоваться формулой «регик экстракт», даже если вы не понимаете регулярных выражений, вы можете скопировать себе эту регулярочку и использовать ее в своих целях. Посмотрите, я ее начал со знака «равняется», потому что со знака «равно» нельзя начинать такой текст. Это будет уже формула, поэтому я начал со знака «равняется» и сохранил ее внутрь ячейки. И финальная формула. Вот такой смайлик, который сигнализирует о том, что формула немножко сумасшедшая. И да, видимо, она довольно длинная. Но тем не менее, она эффективная. Она дает нам имена всех вот этих листов. И, возможно, она даст также имя любого данного листа. И вам, как своеобразное домашнее задание, попробуйте найти случай, если он вообще есть, я не знаю, какое можно задать имя листа, когда эта формула не сработает. Когда имя листа будет в результате формулы неправильной. И, пожалуйста, если у вас получится это сделать, взломать мою регулярку, так сказать, пожалуйста, напишите об этом в комментарии. И я тогда исправлюсь и в своей коллекции формулы тоже подправлю в соответствии с этим свою формулу, чтобы она учитывала и еще некоторые редкие случаи, которых я не учел. Спасибо. Онлайн-таблички – это круто. Увидимся в следующий раз. И, простите, что иду не по порядку. Это видео в планах было на потом. Но я хотел поделиться вот этой классной темой с именем листа, поэтому решил именно в этот раз об этом рассказать. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok